Приветствую вас, Анастасия. Да, вам стоит обратиться к психологу, потому что у вас, во-первых, есть страхи, во-вторых, есть травма, в которую нанес вам надет, тем, что убил вас, когда учил отнимать. И да, это послужило причиной того, что вы не смогли у, собственно, врача посещать, потому что вы оказались в такой же ситуации, у вас скаловал страх и всё. Обработать нужно и над самоцелькой, потому как вы считаете себя глупой, вот, здесь происходит обесценивание. Но я могу сейчас сказать, что не просто так вы называете себя глупой, к сожалению, не просто так вы ведёте себя подобным образом. Вели себя, точнее, научились вести себя подобным образом шацом, да, то есть, по сути, ну, по сути, зажимали себя, по сути, зажимали себя. Это первое, вот, и второе, это вот обесцениваете себя, не просто так, а потому что так, подобным образом, через такое поведение, вы можете, в общем, получать то необходимое внимание, которое вам нужно. Вот, так, ну, что бы было, если бы, допустим, вы всё бы решили, да, что бы было, ну, врач просто сказал бы, приняла, сказал бы, что-то приняла ваши результаты и всё, вот. Ну, это, вам бы ничего не дало, по сути, вас не заметили, вы стали бы просто ещё одной клиенткой, ещё одним врачом, эээ, пациентом, да, который прошёл через врача. Даже не пациентом, а, просто человеком, там, направленным врачом, вот. Но, вам нужно внимание, там, если человек, если человек себя обесценивает, то ему всегда нужно внимание, всегда нужно, чтобы люди как-то, вот, проявляли себя по отношению к нему, вот, и у вас выработался вот такой шаблон, поведение, через которое вы получаете тот самый необходимый вам, уровень внимания к себе, и, вроде бы, с другой стороны, неприятно, но, с другой стороны, вы же плачете, раз вы плачете, значит, какие-то эмоции вы испытываете. Вот, и, соответственно, вот эти самые эмоции и являются тем результатом, который вы хотите получить. для себя, к сожалению, это не полезно для вас. Совершенно очевидно, что вам это, скорее, вредит, да, ну, это видно, это видно, что вам это вредит, что вам это идёт, вредит, видно, вот, но, вы так себя ведёте, вы так поступаете и будете поступать, пока не будет скорректирован ваш сценарий, не будут выявлены ваши поврежденности, адекватно не удовлетворять, и не начнёте вы их адекватно удовлетворять. Пока не будут прочиты до конца те переживания, которые у вас есть сейчас, в данный момент, там всё вот. Эта ситуация, допустим, у врача, она вернула, получается, вас моментально вот в то время, когда мы были маленькие и отец делал сами уроки. Я так полагаю. Вот, это означает, что данные переживания горят, они еще не завершились. Вот, ну какие-то из переживаний не завершились. И, соответственно, вам сложно быть свободны от этого. То есть такой вот получается клубок деструктивных моделей поведения, которые автоматически действуют, автоматически существуют. И потребности ваших, которые вы привыкли удовлетворять вот таким вот, не совсем корректным образом. Все это образуется то, что люди на бытовом языке называют комплексами. Вот, и соответственно, эти комплексы необходимо развивать. Ну, то есть развивать вот причину-следственную связь между, вот, этими, между элементами комплекса. Вот, такая вот история, там, то, что я мог бы вам ответить на это, то, как бы я мог вам ответить, поэтому, да, к психологу обращаться вам. Что это, что это нужно. Это необходимо для вас, потому что проблемы есть, они достаточно, достаточно серьезные. Вот, ну и сама психотерапия тоже не разовая. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.